Всем большой привет! Меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Я продолжаю делать ремонт в мастерской, уже покрасила стены по технике, которую показывала вам вот в этом видео. В этот раз я нанесла всего один слой краски, и результат мне понравился гораздо больше, потому что поверхность получилась полупрозрачная, прям как настоящий лимвош. Как вы видите, мастерская еще в процессе, например, вот этот прямоугольник позади меня скоро станет доской для записей, и про нее я тоже обязательно расскажу в одном из следующих видео. Я долго думала, какой стол мне нужен для работы, изначально хотела сделать интегрированный от стены до стены, строила в ревете разные варианты, но постоянно что-то мешалось, то радиатор высоко, то розетки низко, и тогда я решила полностью изменить концепцию стола, сделать его не только выше, чтобы он наезжал на батарею и вплотную вставал к стене, но и добавить ему колесики, чтобы его можно было легко перемещать. Да, вот так иногда приходится посмотреть в совершенно противоположную сторону, чтобы получилось то, что нужно. Я хочу сразу оговориться, я не профессиональный столяр, никогда этим не занималась, и я никогда не говорю, делайте вот так. Я всегда говорю, я делала вот так, и вы можете взять это на вооружение. Как и в любом подобном проекте, сначала я строю модельку, в которой простраиваю все детали и снимаю с нее все размеры, чтобы потом распилить дерево в магазине. Я работаю в программе Revit, и если вы хотите больше узнать о ней и научиться работать, подписывайтесь на инстаграм онлайн школы Dash Class. Там много всякого интересного о софте и проектировании, ссылка будет в описании. Как всегда, проект я выложу в общий доступ, его можно будет скачать, ссылка также будет в описании. Сразу скажу, что в процессе работы я немножко отошла от проекта, но вы сейчас сами все увидите. Итак, я купила все необходимые доски и воспользовалась услугой распилов в магазине. Ножки у меня собраны из двух досок 80 на 40. Я склеила их скотчем, сделала вот такой шаблон отверстий из бумаги, чтобы крепления на всех четырех ножках были одинаковыми. Просверлила отверстия. И закрепила болтами. Так собрала четыре ноги. Потом соединяла по две ноги нижней планкой. Но так как доски для ножек были немного короче трех метров, а по схеме мне нужно было распилить ровно на четыре части эту доску, ножки получились короче, стол из-за этого ниже, и он не захотел бы на радиатор. Тогда я взяла детали, которые должны были служить дополнительными ребрами жесткости под столешницей, и добавила их в качестве нижней планки, чтобы припадеть ножки. Мне там не хватало буквально одного сантиметра. Я отметила места отверстий по колесикам. Рассверлила их и сразу соединила детали и прикрепила колеса. Так собрала обе опоры и приступила к верхней обвязке. Снова сделала шаблон, и по шаблону сверлила отверстия и крепила детали саморезами. Так как некому было подержать мои досочки, я их приклеивала скотчем, так сверлила и закручивала, и потом уже отклеивала скотч. Ну, в итоге все получилось. Когда верхняя обвязка была готова, я решила прикрепить на нее столешницу. И когда я положила столешницу, она из шлифованной фанеры 8 мм, оказалось, что геометрия основы не совсем ровная, и углы не под 90 градусов. Я ее по-всякому крутила и приклеивала, но в итоге я решила просто прибить по одной стороне, и остальные углы уже подтягивала и прибивала на нужное место. К сожалению, основание оказалось чуть длиннее, чем нужно, миллиметров на 7. Это минус распила в магазине, может быть большая погрешность. Сначала я хотела ее отпилить, но у меня ничего не получилось, и я решила попробовать сточить ее шлифмашинкой, которую я взяла погонять у папы. Пап, привет! Я аккуратно, честно. Я использовала самое грубое зерно, которое у меня было, P40. И получилось даже быстрее, чем я ожидала. Я думала, несколько часов буду ее стачивать. Но вот чего я не ожидала, это то, что при этом процессе только пыли. Пыли просто был весь дом, я поняла, что я ненавижу шлифовать, либо для этого нужна какая-то отдельная комната. Потом я покрыла столешницу грунтом. Это обычный строительный. После первого слоя фанера поднимается ворс, и по-хорошему нужно его зашлифовать. Но мне уже не хотелось этим заниматься, и были какие-то другие дела, я оставила пока так. И вот когда я делала уже другой проект на этом столе, я случайно немножко просверлила эту столешницу, и решила попробовать заполнить это отверстие при помощи шпатлевки из древесной пыли. Я и видела этот рецепт в интернете. Я смешала клей ПВА с древесной пылью из шлифмашинки. Оставшуюся пыль я, кстати, собрала в баночку, вдруг еще пригодится. И пригодилась, потому что при застывании эта масса почему-то очень сильно потемнела. Опытным путем я выяснила, что это из-за клея. Потом я использовала другой клей, и было все нормально. Но почему-то именно вот этот момент потемнело, хотя раньше у меня и мне было таких проблем. Я использовала вот такой резиновый шпатель. И мне понадобилось слоев пять, наверное, чтобы сделать это все ровненько. И потом я все это зашлифовала. Также я прошла немножко по самой столешнице и покрыла краской в два слоя. Когда я ставила стол к стене, на ней начали оставаться такие дурацкие полосы. Я решила, что нужно сделать какой-то защитный экран. И у меня как раз остался кусок фанеры, который я не знала, куда пристроить. И вот он как раз пригодился. Я просверлила отверстие сначала сверлом побольше, чтобы сделать паз для шляпки, чтобы саморез полностью входил в фанеру. И потом досверлила меньшим сверлом. Сделала отверстие в стене и прикрепила эту планку. И вот что у меня получилось в итоге. Я собиралась заделать стол по проекту, то есть добавить ребра жесткости и перекладины внизу. Но пожив с ним пару дней, я поняла, что он меня полностью устраивает. Конструкция получилась достаточно жесткой. И если вдруг будут какие-то вопросики, всегда можно будет его усилить. Колесики ходят достаточно плавно, но вот стопор не самый лучший. По крайней мере, мне так показалось. Стол получился высотой 88,5 см. Это примерно как кухонная столешница. И для него нужен полубарный стул. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Это очень сильно помогает в развитии канала. И до встречи в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok